ребят всем привет мы сейчас смотрим презентацию xiaomi y u7 интересно что же они предложат рынку прям очень интересный автомобиль красивый красивый поехал такой зелененький цвет цвет очень классный просто этот зеленый цвет такой ух какой там же да вообще кто-то хоть такой цвет предоставлял нет я раньше видел такой цвет где-то там на дорогих автомобилях уж не помню каких но супер дорогих автомобиль ну прям смотрится очень хорошо сейчас мы посмотрим презентацию и чуть позже расскажем вам о всех технических данных которые мы сегодня узнаем ну и конечно же самое интересное это цена какая будет цена вот что всех интересует кто собрался в этом зале сейчас там такая публика сидит просто и ждет нужен нужен да 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 они все сидели скучали пока про продукцию рассказывали там все так оживили когда она наконец-то поехала показали но уже на настоящий момент известно то что будет три комплектации 2 из них полноприводные и 1 заднеприводная друзья мы не переключаемся чуть чуть позднее мы вам выдадим всю информацию ну что ребят презентация закончилась и давайте пробежимся по важным ключевым моментам ну во первых автомобиль уже можно заказать через официальное приложение и сяоми авто и выдача начнется уже с июля этого года да круто уже даже и шпионские фотографии завода где вот они уже произведенные так что уже там все на мази здорово да ну и конечно же всех просто заинтриговали новые цвета до да новые цвета зеленый конечно порвал сильно также есть красный и серебряный цвет по салонам есть черный песочный и получается белый ну и также на презентации конечно же лей зюн говорил что этот сув является роскошным и высокопроизводительным и естественно это будет конкурент тесла модул уаи да слушай по роскоши хочу отметить что вот гайпер vision вот это вот новое видение вообще приборной панели меня конечно да то есть она во-первых кастомизируется очень сильно то вот там то есть 5 10 на ней можно произвести как она выглядит там какие-то невообразимые цифры на нанитов вот это что на яркая сущная просто персик прям хочется живую посмотреть да ну и уделили особое внимание опять же креслом сказали что они тоже у них шикарны естественно передние два кресла zero gravity вот с массажем с вентиляцией с подогревом а заднее сидение еще имеет наклон 135 градусов прям очень очень классно как у гака трамп ч ну блин тут диван да такой но все равно это уже новое вение и такое как бы в правильном направлении идут товарищи сравнение с теслой модулой у сяоми более длинная колесная база 3 метра ну и давайте пробежимся по некоторым техническим данным о которых стало известно во первых багажник спереди очень большой на 141 литр под капотом задний багажник распродной 1658 литров ну и конечно же давайте к моторам к мощности моторов подойдем и того как мы сказали есть три комплектации одна заднеприводная и две полноприводные и вот моторы в полноприводных они также отличаются интересно значит смотрите заднеприводная комплектация имеет мотор на 320 лошадиных сил а версия про полноприводная 496 лошадиных сил и версия макс 690 лошадиных сил заднеприводная версия и имеют батареи литий-железоосфатные на 96,3 кВт-часов. А вот Max имеет тройную литийную батарейку на 101,7 кВт-часов. И так же, как у SU7, моторы здесь, собственно, разработки компании Xiaomi, супермощные. Заднеприводная версия разгоняется до сотни за 5,9 секунд. А вот полноприводные за 4,3 секунды и 3,2 секунды. Да, причем запас хода-то они указали прям максимально рекордный для такой батарейки. Заднеприводная комплектация имеет запас хода 835 км. Ну, естественно, по циклу силы китайскому. А вот полноприводные комплектации, что интересно, у нас версия Pro имеет заявленный запас хода 770 км, а вот версия Max 760 км. То есть мощность моторов все-таки сказалось. Да, конечно, мощность моторов имеет место быть. А я бы хотел добавить проходовую часть. Слушай, ну она здесь тоже роскошная. К сожалению, моноприводную обделили. А вот у полноприводных есть пневмо двухкамерная, CDC. Регулировка высоты до 75 мм. Разница максимальный клиренс 222 мм. Слушай, ну это прям супер. А еще радиус разворота 5,7 метров. Это тоже достойно похвалы. Прям хочется сделать тест-драйв. Хочется. Машина максимально интересная. Инновации коснулись ручки. Здесь у вас ручка утапливается в корпус автомобиля, причем она утапливается автоматически, как только подходит владелец к двери. Дальше загорается лампочка, и вам остается только просунуть руку и открыть дверь. Большое внимание они уделили коэффициенту лобового сопротивления. Сзади установлено два спойлера, которые работают на уменьшение коэффициента. Также по корпусу есть 10 отверстий для проникновения воздуха. В переднюю решетку радиатора также встроены воздуховоды. И, как заявляет компания Xiaomi, 59 км было сэкономлено за счет уменьшения коэффициента лобового сопротивления. Кстати, коэффициент 0,245. Это очень выдающийся показатель среди сулов. Ну и, конечно же, Xiaomi не обошли безопасность. Как нам они рассказывали на SU7, у них материалы, они какие-то суперсверхпрочные. Вообще, коэффициент скручивания корпуса здесь просто у них какой-то сумасшедший. 50 тысяч ньютон-метров на градус. Я не знаю, это, по-моему, пока еще рекордный показатель. Да, опять рекордный показатель. Опять рекордный показатель. Xiaomi действительно показывает уровень. И они задают новую планку для конкурентов. Ну и как на 15-летие заявил Yedzun, что они теперь будут превышать все эти нормы стандарта. И у них будут свои уже стандарты, которые гораздо выше. Так, ну и вот, собственно, как они умеют это все презентовать. Показали, как огромное ядро падает вот на эту вот часть. На металлическую пластину, да. Или там, или ребро жесткости, или что это. И где вот 1500 мегапаскаль, там оно как бы типа ломается. А вот где 200, оно просто как бы прожимается. И выдерживает это все дело. В общем, тоже. Ну, собственно, как мы вам показывали уже в наших ЧАЙ новостях, что произошло с автомобилем SU7, когда на него упал грузовик. Да, а в телеграм-канале «Пандовые новости» мы писали о том, как они вот в какую-то оболочку специальную спреем побрызганную арбуз поместили, сбросили, и типа вот ничего с ним не случилось. Ну и, конечно, начинка у Xiaomi Y7 интересная. Во-первых, она работает на чипе NVIDIA TOR. Это не какие-то дешевые, да, типы. Это уже, скажем так, лидер, топ в среде чипов. Слушай, ну опять же, там колоссальный объем датчиков вокруг вот этого всего усыпано для безопасности, для автопилотирования и тому подобное. В общем, об этом во всем, конечно, мы подробно вам расскажем уже на обзоре полноценно. Радует то, что все комплектации оборудованы 800-вольтовой платформой. Зарядка очень быстрая. С 10 до 80% можно зарядить автомобиль за 12 минут. Ну и, к сожалению, в конце нас разочаровали, не рассказали ничего про стоимость автомобиля. Даже на базовую, блин, комплектацию ничего не сказали. Но всю дорогу к ряду они сравнивали ее с Model Y. Соответственно, и цену они заявят плюс-минус, как у Model Y. Для информации вам цена на Model Y начинается от 260 тысяч юаней в Китае. Ну и максималка 320 тысяч юаней. Но я думаю, все они пойдут по хитрому ходу, и они сделают максимальную комплектацию. Такую же, как Tesla Model Y, минимальная. Блин, ну тогда это прям совсем нечестно будет. Прикинь, полный привод 260 тысяч юаней. Давай так, я ставлю на то, что полный привод будет стоить 260 тысяч юаней, но не ультра. Про. Прошка. Да, вот, наверное, да. Могут себе позволить. Могут, могут. Я думаю, что они прямо сейчас рынок взорвут. Кстати, ребят, как заявил Людзин, теперь это не Y-U7, а это Y-U7. Y-U7, называем ее Xiaomi, Y-U7. Ну что, друзья мои, как вам вообще этот автомобиль? Напишите в комментариях, пожалуйста. Нам интересно ваше мнение, конечно же. Если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите полноценного обзора и тест-драйва от нас. Обязательно сделаю, как только будет такая возможность. А с вами была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok